МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти пять часов в прямом эфире в Хакасии тоже с интересом ждали этой прямой линии, потому что тоже задавали вопросы президенту Путину. Он задавал вопросы, я писал в СМС, как мы задавали терапию. Трофейные немецкие сапоги могли стоить жизни советскому солдату, и лишь по счастливой случайности он остался жив, рассказывают гости нашей службы информации. Перинатальный центр в Хакасии будут строить, как и планировалось в этом году, но, как выяснилось, на этой неделе на новых условиях. Будет непростым календарь игр у абаканской хоккейной команды Саяны Хакасия. Ничуть не проще, чем в прошедшем чемпионате. Здравствуйте! В эфире программа Вести. Хакасия. События недели в студии Алексей Гончаренко. Жители Хакасии тоже задавали вопросы президенту Владимиру Путину на прямую линию, которая состоялась на этой неделе в четверг. Они не были озвучены в том варианте, в котором были заданы, не исключено, что их обобщили в раздел так называемых часто задаваемых вопросов. Например, Альберт Шестаков интересовался на волнующее многих и его личной темы, и вопросы прозвучали в эфире, но не от первого лица, а так сказать, в общем. Он задавал вопросы, я послал им на СМС, как мы живем в Атарабском. И вся эта кучка людей, которые необоснованно живут пока, по ходу стариков, которые живут на минимальной, то есть на Атарабской пенсии, когда наконец-то наладится этот вопрос? Потому что только живут наши пенсионеры. Я был во многих странах и знаю, как там живут все люди. Это недопустимо. И образование. У нас было лучшее образование. Накануне общения президента со страной мы поинтересовались у жителей республики насчет их любопытства к предстоящему событию. А именно спросили, есть ли интерес к тому, что говорит президент, отвечая на вопросы. И есть ли, собственно, сами вопросы, которые хотелось бы задать и получить ответ. И вот что нам сказали на улицах прохожие. Сколько еще пенсионеры будут вот так себе хлеб зарабатывать, понимаете? Вот это актуально не только для меня, для всех пенсионеров. Ну, смешные пенсии. Приходится лямку тянуть. Вот такой вопрос бы я задала. Тем более мы с ним с одного года. Нужно чистить и чистить с головы. Вот когда это все произойдет. Когда мы увидим, мы простые люди, когда мы увидим просто, что когда-то кого-то накажут. Кого-то, чтобы была ответственность. Вот когда это будет, когда-нибудь происходить или нет. Мы вот не видим результаты. Мы вообще не видим и не слышим. Одни слова. И обещания. Сфер жизни детства. Ставки по ипотеке. Ну, лично коммунальное хозяйство. Пальный вопрос для всех. Это ворклаты. Они как в Москве безобразные, так и здесь безобразные. Детские пособия платят только до полутора. Как бы в садике только берут с трех лет. Вот как бы вот этот вопрос тоже нас интересует. Ну, и пособия маленькие. Есть приставка по ипотеке, потому что пособия ипотека 4%. Поэтому для меня это основной вопрос. И, конечно, образование, потому что ребенок сейчас в школе учится. Это интересует оплата или качество образования? Конечно, качество. Перед этим, когда года три или когда он отвечал на такие мелкие вопросы, что-то так уходит. Все, будем, да, начнем, рассматриваем. Все это как-то несерьезно отвечает. В общей сложности президент ответил на 85 вопросов. В том числе 24 блиц вопроса и 8, которые Владимир Путин отобрал сам. А прямая линия по продолжительности установила рекорд. 4 часа 47 минут. Политологи дают полярно разные оценки такому длительному мероприятию. Одни считают, что прямая линия получилась достаточно уклончивой и что почти 5 часов слушать даже главу государства тяжело. Другие говорят, что все было просто потрясающим, потому что такой жесткой, острой линии никогда прежде не было. Если раньше скептически относились к такому формату общения, то прошедший диалог пробудил интерес к словам президента. По традиции, внимание граждан было сконцентрировано на социальных вопросах. В эфире прозвучали жалобы на необоснованно завышенные коммунальные платежи и низкие зарплаты. Часть из озвученных проблем стала решаться еще до окончания трансляции. Владимир Владимирович, кстати говоря, информационные агентства уже сейчас сообщают, что пресс-секретарь главы Приморья докладывает о том, какая площадка будет построена во дворе, в этой многодетной семье, и как это будет сделано. Молодец. Президент также отметил, что будут подниматься зарплаты бюджетников, что стоит задача в течение текущего года во всех субъектах страны довести уровень зарплаты учителей до среднего по экономике региона, а в дошкольном образовании до среднего уровня по отрасли и в течение ближайших лет поднять на 200% зарплату преподавателям вузов. Обращаю ваше внимание на то, что, скажем, учителя, они в 15 регионах уже вышли на уровень заработной платы средней по экономике региона. В 34 регионах Российской Федерации этот уровень составил 90%. Очень рассчитываю на то, что в течение этого года все субъекты Российской Федерации справится с задачей доведения уровня заработных вклад преподавателей, учителей в школах точнее, до средней по экономике. После решения об отказе от перехода летом 2011 года на зимнее время россияне пользуются любой возможностью, чтобы выяснить, будет ли оно возвращено. Спросили и на этот раз. Отвечая на вопрос, президент отметил, что тема относится к компетенции кабинета министров и он вмешиваться не намерен. Присутствующий в зале глава колхоза, задававший вопрос о возможности его возврата, сказал, что они по-прежнему переводят стрелки. Я понимаю и тех, кто хотел бы просыпаться, когда уже светло, и ложиться спать, когда стемнело. Есть проблема с бизнес-сообществом, особенно с теми, кто работает с Европой. Есть проблема с болельщиками. И будут еще Сочинской Олимпиады надвигать. Ну да, но мог подстроиться под нас. Ну давайте посмотрим. А у вас есть вопрос вот туда? Вам удобно? Вы знаете, если я сейчас скажу удобно, неудобно, я сразу определю свою позицию. Я повторяю, я бы не хотел смешиваться в компетенцию правительства. Давайте дадим это решить правительству Российской Федерации. Фермеры считают, что вступление России во Всемирную торговую организацию приносит убытки отечественному сельскому хозяйству на сумму 13 миллиардов долларов. Владимир Путин заверил, что государственная поддержка сельского хозяйства будет сохранена. Ее объем в этом году достигнет 180 миллиардов рублей только из федерального бюджета. Вместе с региональными вложениями она составит 260 миллиардов. Кроме того, сохраняются и другие формы поддержки, в том числе налоговые. От вступления в ВТО есть и плюсы, и минусы, пояснил президент. В чем опасности для сельского хозяйства при вступлении в ВТО? Сокращение возможной поддержки со стороны государства, сокращение субсидирования, первое. И второе, доступ на наши рынки дешевого, но достаточно качественного товара. Что касается доступа дешевого и качественного товара, то в целом идея заключается в том, чтобы подталкивать нашего производителя и не только в области сельского хозяйства, но и в других отраслях производства, к тому, чтобы он выпускал товары по ценам, приемлемым для наших граждан, а по качеству, желательно, лучше мировых. Очень интересная позиция заключается в том, что, согласно правилам ВТО, те регионы, в которых сельхозпроизводство считается рискованным, они вообще могут быть выведены за рамки требований Всемирной торговой организации. Так что инструментов защиты собственного товаропроизводителя у нас много. Через три года истекает срок поддержки, направленный на повышение рождаемости в стране. Материнский капитал будут выплачивать только до 2016 года. Его вводили в 2006 сроком на 10 лет. Вопросы на эту тему начали задавать уже сейчас. Будет ли государство и в дальнейшем оказывать такую или подобную помощь родителям? Мы же не знаем, сколько у нас родится детей. Мы можем только предполагать. Мы примерную тенденцию знаем. Но точный объем нам неизвестен. И поэтому неизвестно, сколько денег потребуется из федерального бюджета после 2016 года для того, чтобы выполнить, безусловно, обязательства, взятые федеральным бюджетом государством перед нашими гражданами. Что будет после 2016 года? Я считаю, что мы в той или иной форме должны будем продолжить программы поддержки рождаемости детей в нашей стране. Но они должны быть более адресными. Они должны быть более целевыми. Какие это будут формы? Пока не знаю. Волнуют россиян все увеличивающиеся потоки мигрантов в страну. С ужесточением для них порядка въезда придется подождать, сказал президент. Сделать это раньше 2015 года вряд ли получится. Именно с этого года для них планируют ввести загранпаспорта. А почему не сейчас? Прозвучал вопрос. Я тоже считаю, что нам нужно цивилизовывать и ужесточать порядок въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан. Прежде всего и всегда речь идет о гражданах среднеазиатских республик. Почему 2015 год? Многие уже находятся здесь. Для того, чтобы все это приобрело цивилизованный характер. Для того, чтобы наши партнеры имели возможность просто в прямом смысле этого слова напечатать паспорта, выдать соответствующие бланки, им нужно время. Такой объем, который им нужно изготовить, можно сделать только года за полтора. Вопрос о возвращении смертной казни с учетом недавней трагедии в Белгороде, где преступник расстрелял 6 человек, также стал актуальным в последние дни. Путин иногда, по его словам, задумывается о возможности возвращения смертной казни. Но эксперты считают, что ужесточение наказания не ведет к снижению уровня преступности. Почему для таких, как этот рецидивист, нельзя вернуть смертную казнь? Ведь нет никакой уверенности, что отсидев и выйдя на свободу, он не повторит этот кошмар вновь. Я понимаю возмущение граждан и желание наказать преступников. Вопрос в эффективности. Но вот эти преступники, о которых идет сейчас речь, или и же с ним такие же, почему обязательно выйдут на свободу? У нас есть такая мера наказания, как пожизненное тюремное заключение. Уверяю вас, условия содержания там далеко не санаторно, а курортные. Но здесь есть важная ремарка. Если это пожизненное, без права досрочного освобождения, которое преступники могут получить через 25 лет. Ну, оно практически так и есть, но об этом можно подумать. В завершении программы прозвучал вопрос, рассматривает ли Владимир Путин Сергея Шойгу в качестве своего преемника на пост главы государства. Вопрос не остался без ответа, но этот ответ был самым лаконичным из всех прозвучавших во время прямой линии. Народ Российской Федерации будет выбирать моего преемника. На вопрос о том, счастлив ли он, Путин ответил, что в работе вся его жизнь. Это философский вопрос. Я бесконечно благодарен судьбе и гражданам России за то, что доверили мне быть главой российского государства. В этом вся моя жизнь. Достаточно ли это для счастья, я не знаю, это отдельная тема. А риторический вопрос, кому на Руси жить хорошо, был перефразирован президентом в вопрос, когда все будет хорошо. Люди, которые любят выпить, у нас говорят так, что всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Но все, наверное, никогда не будет хорошо. Но мы будем к этому стремиться. Естественно, были озвучены не все вопросы президенту. Это было невозможно просто физически. На прямую линию поступило почти 3 миллиона обращений. Это рекорд. Напомню, первое общение в таком формате состоялось в декабре 2001 года. И уже тогда лимит был превышен. Беседа растянулась на 2,5 часа вместо предполагавшихся полутора. В прошлом году был установлен рекорд в 4,5 часа. Теперь установлена новая планка 4 часа 47 минут. Большинство политологов сошлись во мнении, что формат подобного общения себя не исчерпал и его стоит продолжать в дальнейшем. Сам президент сказал, что этот формат уже известный, в чем-то может быть формальный, но все-таки очень полезный. Прервемся на относительно небольшую рекламу. Ее время в эфире 3,5 минуты, а во второй части выпуска. Трофейные немецкие сапоги могли стоить жизни советскому солдату. И лишь по счастливой случайности он остался жив, рассказывают гости нашей службы информации. Перинатальный центр в Хакасии будут строить, как и планировалось в этом году. Но, как выяснилось на этой неделе, на новых условиях. Новые современные перинатальные центры появятся более чем в 30 регионах России, в том числе в Хакасии. Такое решение было принято во время рабочей встречи руководителя республики Виктора Зимина с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой. Во встрече также принимал участие руководитель Минздрава Хакасии Владимир Титов. Напомню, что продвижением этой инициативы правительство Хакасии по поручению Виктора Зимина занимается уже не один месяц. В январе этого года предложение о строительстве столицы республики современного перинатального центра поддержал президент Владимир Путин на встрече с главой Хакасии. После чего регион был официально включен в федеральную программу по строительству перинатальных центров. На встрече в Минздраве России в центре внимания оказались вопросы, связанные с финансированием проекта и сроками его реализации. С учетом позитивной динамики рождаемости принято решение о софинансировании строительства перинатального центра в соотношении 95% федеральный бюджет и 5% бюджет республики. Напомню, что изначально рассматривался вариант 50 на 50. Как отметил по итогам встречи Виктор Зимин, в ближайшее время это решение будет закреплено постановлением правительства России. К строительству планируют приступить в этом году, а предполагаемый срок сдачи объекта – 2015 год. Борьба за жизни тех, кто родился раньше положенного срока или с определенными патологиями – это главное отличие перинатальных центров от обычных роддомов. Пока в стране работают 24 такие специализированные клиники. Центр на 200 коек обходится примерно в 3 миллиарда рублей. Стоимость рассчитывается со всей инфраструктурой – лабораторией, реанимацией, операционной. Еще один итог поездки главы Хакасии в Москву – переговоры с руководством компании СОЭК. Достигнута договоренность, что в кратчайшие сроки предприятия компании примут меры по снижению нагрузки на экологию республики и отрегулируют налоговые платежи. Вопросы решены положительно по всем поднятым главой региона проблемам. Трудно компании, но не менее трудные республики. Нам надо платить, независимо, какие цены на уголь, нам надо платить заработную плату учителям, медикам. Достим структур и выполнять все свои социальные обязательства, которые взяты в бюджет, независимо от своего финансового состояния. Они на 2013 год также выделяют 40 миллионов рублей на все социальные проекты республики Хакасии. В ходе встречи было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между республикой и компанией СОЭК на ближайшие годы. В соответствии с этим документом компания окажет поддержку по финансированию строительства социальных объектов по проведению разного рода культурных мероприятий в четырех муниципальных образованиях Хакасии. На эти цели в текущем году предполагается направить 40 миллионов рублей. Поддержка будет оказана и в части проведения в Хакасии третьего форума по историко-культурному наследию и ряда других культурных мероприятий международного и республиканского уровня. На этой неделе МЧС России провело комплексные учения. Сценарий регионам предложено было выбрать свой в зависимости от природных факторов. Например, на Камчатке, где высокая сейсмоопасность ликвидировали последствия условного землетрясения. А в Хакасии, как и во многих регионах Сибири, сейчас актуальны паводки. Республиканские спасатели местом учений выбрали Белый Яр. По сценарию, из-за ледового затора на реке Абакан в поселке затоплено 100 дворов. Главное отличие учения от реальной чрезвычайной ситуации – то, что здесь спасатели могут уделить каждому из этапов достаточно времени. И что самое ценное – попробовать на практике что-то новое. Хакасские спасатели этим воспользовались и главный упор сделали на то, что, по их мнению, пока не совсем отлажено. В первую очередь, это информация для населения. Списки пострадавших, погибших, масштабы бедствия и планы по ликвидации должны быть доступны всем. Особенно это вот у нас произошло такое событие в Краснодарском крае, где долго получали информацию. Мы попробуем, значит, на своем опыте, путем учений, проб, ошибок все-таки вывести и подготовить, чтобы у нас была такая структура, такая структура, и она приносила пользу. Второй момент, на который сделан упор – это психологическая помощь пострадавшим. Спасатели и руководство поселка развернуло два лагеря временного пребывания. Один – палаточный, второй – в Белоярском доме культуры. И в каждом из них, помимо медиков, дежурили психологи. Помимо оказания информационной психологической поддержки, индивидуальных психологических консультаций, групповых сеансов, саморегуляции, релаксации, у нас также имеются специальные приборы, которые позволяют создавать для человека состояние расслабленности, спокойствия. Этот прибор работает таким образом, что он предлагает головному мозгу определенные ритмы, которые позволяют человеку на уровне головного мозга настроиться на отдых, покой и расслабление. Цель сегодняшних учений – в большей степени не отрепетировать действия спасателей, а синхронизировать их с муниципальными властями. Именно в этом чаще всего и возникают проблемы. К быстрой реакции муниципалитеты не всегда бывают готовы. Как показывают сегодняшние учения, если бы угроза была настоящей, удалось бы обойтись минимальными потерями. Мы выявили ряд узких мест в своей работе, естественно, это себе пометили. Сделали уже приблизительный план дальнейшего совершенствования в этом отношении. Думаю, что следующим таким же подобным учением мы будем уже более подготовлены в рамках и техническом, и информационном. Итоги всероссийских учений 26 апреля обсудили на селекторном совещании МЧС России. Его провел первый заместитель главы ведомства Александр Волосов. Он поблагодарил всех участников крупномасштабных учений за выполненную работу и отметил, что действия всех структур будут подробно проанализированы. Но уже сейчас ясно, что в первую очередь совершенствование требуют системы связи, управления и оповещения населения. Елена Крылова, Антон Новожилов, Антон Михайлов. Вести Хакасия. События недели. На этой неделе в Федерации хоккея с мячом России в Москве прошла жеребьевка календаря игр предстоящего сезона 2013-2014. Абаканские саяны стартуют матчем в Новосибирске с местным Сепсельмашем. Наша команда традиционно начинает чемпионат на выезде. Этот сезон не станет исключением. Второй тур, согласно жеребию, саяны пропустят. В предстоящем сезоне в Суперлиге будет на один коллектив больше, их число нечетное, 15, и поэтому каждый клуб в одном из туров будет вынужденно отдыхать. Поскольку получается 7 пар команд. Второй и третий матч чемпионата саяны проведут дома. Соперники Кузбасс и Енисей завершат саяны сезон с этими же тремя коллективами. С двумя на выезде, а заключительную игру сезона проведут дома с Сепсельмашем в первый день календарной весны. Напомню, на следующей неделе 30 апреля у главного тренера Сергея Лихачева истекает действующий контракт. Информации о намерении продлить договор пока нет. Депутаты республиканского парламента отчитались о доходах. С цифрами можно ознакомиться на официальном портале Верховного Совета. Но данных на главной странице вы не увидите. Следует потрудиться, чтобы их отыскать. Для этого нужно зайти в раздел «Депутатский корпус». Далее «Депутаты пятого созыва». Следующая ступень «Правовые акты». Кликнуть на соответствующее постановление по контролю за достоверностью доходов. Это действие выведет вас на следующую страницу, где в самом низу под заголовком «Решение комиссии» под пунктом 2 от 18 апреля 2013 года и находится информация. Чем еще были наполнены депутатские будни на этой неделе? Об этом парламентский дневник. Он завершит нашу программу. А мне остается сказать всего вам доброго и до встречи. Смотрите нас в повторе сегодня вечером на телеканале «Россия-24» в системе кабельного телевидения или в интернете по адресу вести.дефисхакасия.рф. До свидания.